вот три основные религии правильно у нас ведь да вот вообще говорится что вообще так то во всех конфессиях этих что бог один да так вот какая разница или иудаизм или мусульманство или христианство если все равно творец один верят в одного разница очень большая есть детское состояние есть взрослая господь оставил слово свое святую библию она состоит из двух частей 1 ветхий завет 2 новый ветхий завет это чем пользуются евреи иудаизм на земле 2896 нации на речи 2896 и только одну нацию бог избрал через которую дает знать волю свою и они записали это все библию начиная с авраама написал то моисей авраам то не писал и мы узнали из ветхого завета как человека бог сотворил что с ним было как он согрешил как все люди делались виновными и бог обещал что придет спаситель и он пришел в новом завете говорится о рождении иисуса христа которого евреи распяли придали римским воинам вот а теперь и будем смотреть все люди грешные нет праведного ни одного писания говорит а иисус христос ветхом завете пророк исаев 53 глава говорит он взял немощи наши и понес на себе он умер за наши грехи и искупил нас любовью своею и поэтому я не говорю там про мусульмана это уж 632 году у них только мухаммад умер то они верят что иисус был пророк не ибо не бог не бог восчеловечился пророк и он не умирал его живьем взял аллах а потом он вернется на землю и победить антихриста библия не так говорит иисус умер умер от поэтому на красном кресте от машины бежит красный крест и везде крест крест это сострадание это любовь и поэтому и вот сегодня я много с мусульманами беседовал я говорю главное то про когда у вас отмечает день пятница а евреи суббота а у нас воскресенье бог открыл эту истину они его распяли апостол павел пошел он еврей павел он гонитель христиан был там они все евреи все 13 апостолов вот у меня ко мне привезли сюда показать еврея один он там это у баптиста был что ли не не какая-то полукровка настоящий еврей у него родители в израиле он на ум израилевич и он у меня побыл не больше трех часов принял веру православную потом поехали мы в москве он крестился в полное троекратное погружение в переделкино и сейчас священником трудятся священником евреи вот меня иногда спрашивают ну вот вы знаете что евреи захватили все в стране страну разворовали эти березовские абрамовичи знаю так а теперь знаю что они как ненавидят все народы и прочее то да у меня известие есть я преподавал в университетах разных и так бороться надо надо а как оружие надо брать дай а какое любовь то есть оказать любовь если враг твой голоден говорит иисус христос накорми его напой его смотрите как же тогда такой момент у них я не помню в торе или где я в свое время такое читал что допускается и принять чужую веру ради обмана нет такого вторе нету и в танахе нету этого по моему что то нет нету 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 обманом нету не не обманом если это принесет выгоду другим евреям ну а где надо показать это вы имеете ввиду шульхана рух это у них руководство да да я уж не помню да это бывает сколько-то там 50 депутатов поднялись против они выпустили до себя я могу могу эти материалы если вы будете в скайпе все вам скинуть у меня в книгах это отображено у меня 38 томов вышло из печати книг книги на книги на книги называется если вы зайдете на наш сайт у меня все ресурсы называются во свете библии игнатий лапкин вы себе запишите я вам скину все материалы и любой ваш вопрос разрешится на основании библии святых отцов патристика жития святых и канона в церкви потому что вы православные с одним мулой разговаривал да да так же такой же вопрос ему задал ну что бог то единый что почему так вот такие разногласия там все это внутри веру это почему он мне такую притчу рассказал значит умирает один человек но при смерти а в соседнем селении живет его должник и вот этот человек посылает своих сыновей но каждого по одиночке и одному говорит значит такой-то должен мне там но столько-то денег второму говорит такой-то должен мне там не знаю там седло третьему говорит такой-то еще там не должен ну какие-то вещи да и вот эти сыновья каждый свой своей дорогой переходят к этому должнику как каковы их первые слова будут ну какие что должен то отдай моему отцу он умирает не нет только так затем послали его как нет надо реально будут они пришли ну ты понятно что это даже показать документы то но пришли зачем-то это еще показал и все я его сын больше не надо теперь зачем пришел и говорит да вот он говорит что разницы нету каким путем кто пойдет главное что все придут к одному к чему послал всех пошлет всех ну как всех послал один и тот же ну понимаю понятно притча совершенно не умная даже послал кого-то кого посылать когда все люди грешники кого устребовать может в библии написано каждый идет своей верой куда идет то все у одного народа отобрать надо питание у другого земли это еврейская басня ну мула мало ли что где-то взял мы у малы дома ночевали в миссионерской поездке дело в том что мы в битие читаем в библии первая книга библии что адам с евой были как сотворенные и согрешили змей прессил и весь род человеческий сделался смертным все вот когда они вкусили от запретного плода а бог сказал не ешьте смерть и умрете они взяли вся природа звери все сделалось смертное рыба микробы все смертное и тогда бог сказал им говорит змей будет жалить тебя в пету а ты будешь поражать его в голову и вот христос его поразил дьявола поразил то есть вырвал от него те которые покаялись а это не причине какая-то реальность от хрис от адама до иисуса христа прошло пять тысяч пятьсот восемь лет пять тысяч пятьсот восемь от христа сегодня две тысячи девятнадцатый ну тут ошибка в четыре года не имеет значения ну и получается семь тысяч пятьсот двадцать семь лет и вдруг находят какие-то стоянки первобытного человека пятьдесят тысяч лет брехня одна ничего этого нету газеты а вот интересно в казахстане в алматы говорит привезли большой камень и на нем написаны какие-то иероглифы но там ученый один докторскую защитил какой народ жил какой что а потом там проходил один пастух подошел и говорит во а я там пасу говорит камень лежала сейчас нет его ну вот это говорит мы там его нашли и наняли в кран и привезли он очень тяжелый то но и говорит а то знаешь говорит это какая история народа описано здесь он говорит это при мне писали это фильм снимался и там сидел один зубилом вырыбал до конита это газета известия пишет но они это защитили уже кандидатский докторская прям камень усыпили не отдают ему говорит это обман специально показали как ченгиз айтматов написал о манкуртах то он доказал это но не вот так это пишут говорят библия в мире нет больше другой книги мартин лютер говорил в мире одна есть книга библия и одна личность христос это очень сжато и это не просто я умом понял а это живая связь у тебя разговариваю с мусульманом я говоря а как ты веришь что молишься не зря откуда я знаю а мы молимся живому христу он на 40 день вознесся вознесение вот фамилия вознесенский откуда идет мы молимся и получаем ответ мы ответ получаем от живого бога я не знаю они не знают этого а как получаете а вот правда нет я такой стал что вот эти все фамилии которые с престольными праздниками связаны да ну не все редко есть такие которые прямо взяты отсюда на обычно называли кому дали ну там рождественский вознесенский там да ну да да это так ну а тут такие воробьев курицы нагурцов что вот приходил человек когда давали фамилии это а им сказали посадили таких людей которые соображают что да это вдовы сын вдовин протопопа вот так вот идет фамилии давали евреям выкрестом вот евреи они позже свои фамилии где-то брали они какой там нежный королев то есть они все такое вот я их знаю очень близко евреев то ваши вот эти вот как церковные так скажем ну да если церковно фамилии то много 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 вот у меня фамилия лапкин игнатий город барнаул лапкин что лапка начинает говорит это лапка это маленькая лапка у птички здесь совершенно никакого отношения к лапе не имеет тетка моя а деда слышал когда фамилии давали он был каллиграфистом писал как это на деньгах расписывайся и люди когда он деревне был просили там жалобу написать там что-то отняли его по почерку узнавали его притесняли так он писал ногой лапка ногой писал эти жалобы писал помогал крестьянам то а когда фамилии давали его лапка прозвище на нашу фамилию теперь и перешло дед прадед все у меня лапкины одета первый который это дал он отношения к лапке никакого не имел то есть ногой писал прозвище его вот говорят суворов что суворов это на русский язык суровый суровый а вот суворов все а кутузов сажев кутузку это всегда было так небольшая какая-то коморка куда прятали человека надо все это знать вот есть такое я был одних колбаскин пенкин такие сладкие фамилии это это тоже чем-то связано вот я знаю такие фамилии вот у нас рядом жили не объяснишь смотришь сейчас даже объяснить не могут мы знаем иисус означает спаситель христос помазанный то есть благодать на нем была помазанный христос вот как библия означает книги библиотека книга хранилище но это то мы не можем да мы не можем это отрицать поэтому иисус умер за наши грехи он взял грехи мира и понес на себе и имеет право прощать этого нет ни у евреев ни мусульман не у буддистов поэтому мы не религию проповедуем а христа вот в библии вот она называется библия вот 77 книг 77 а почему тогда опять же вот смотрите не в ну не в каране да не не в талмуде нигде вот в этих религиях там нету что терпению нигде не призывают к терпению только христианстве да христос говорит терпением вашим спасайте души ваши терпением мы считаем нигде нету этого евангелия от матфея 11 колова 28 стих господь говорит придите ко мне все труждающиеся не трудящиеся труждающиеся и обремененные возьмите иго мою на себя ибо иго моё благо бремя моё легкое и найдете покой душам вашим вот библии 77 книг вот если бы сейчас ну как знаете граф монте-кристо вот что с собой взять пожизненное в тюрьме все это евгений бресье пишет времена парижской коммуны все 2000 человек сидели все поняли руку ответили библию я уверовал в бога в 23 года 57 лет несу эту радость людям мне пришлось отбывать пяти тюрьмах в лагере у меня прошлое очень похоже на солженицына как бог пролагает дорогу это нельзя выразить никогда следователь молодой молодой там лет 35 там мне надо ну все меня расследует я шел по санкции кгб и бог сразу начальника расположил я стал молиться он на меня смотрит другими словами глазами моя мать пришла он говорит мария егоровна я вам обещаю вашего сына я из тюрьмы вытащу и вам домой привезу никулин юрий михайлович алтайское краевое кгб подполковник у меня в книгах одоброжено у меня вышло 38 томов книг 38 если вы по скайпу зайдете запишите игнати лапкин запомните по скайпу игнати лапкин я вам скину все наши ресурсы и так и было он приехал на машине до суда дело не довело в восьмидесятом году было и привез уже там решение было освободить а почему я насчитал архипелаг гулаг среди религиозной литературы я еще насчитал на пленке катушки были катушка 375 метров звучание 8 часов 20 минут девять катушек архипелаг гулаг и распространил по всей стране недавно новый мир журнал говорит 30 лет назад мы мы первой стране опубликовали первая глава архипелага гулаг и тут же сразу опровержение нет говорит на алтае живет проповедник лапкин игнатий тихоныч он ровно на 10 лет раньше на на полную страну этим начитанная я молюсь как же так как же так я еще в те годы стал когда нами а то ли новую миру не помню когда в каком году но это до 80 было это до 80 и вообще никто не видел восьмидесятого восьмидесятом но один день ивана денисович а архипелаг сажали за него я первой стране наполнил страну этим произведением и брал интервью репрессированных и вот смотрите следователь который меня ведет дело пищуков виталий николаевич троекратное погружение получает обращается начальник тюрьмы соломин александр семенович меня вызывает полковник мне сообщает жена умер по-христиански это это что означает бог слышит молитву и отвечает вот меня везут по этапу я нахожусь в такой-то тюрьме только я вот камеру открывать допустим вы заходите я вот зайдет неверующий 75 человек в камере а она рассчитана до на 25 значит на одну шконку кровать три человека спят по переменам круглосуточно по одному если человек пришел туда все твое на столе одно слово не так тебя что угодно сделать изнасилует и все опущенный я захожу в камеру господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно мир вам вот как черви в мешке так курят все ужас один сразу подходит один вор в законе пахан уж 6 охотка у него так а вы откуда я говорю из барнаула а по какой статье я говорю 190 прим так что ментак грохнул это 190 а у меня 190 прим штрих вверху стоит не слыхал даже она звучит так распространение заведомо ложных измышлений порочащих общественной государственной стройцы советского союза вот эта статья а где бы ты хотел на кровати так у вас нет шконка отец шконка запомни я говорю что в воздух попадал он да так окну надо а там решетка вот такие угольники наварены воздух проходит а видать еще не видно так он сразу с кровати с это со шконки 1 убрала тот наверху курит так и ты тоже отсюда уходи он забирает матрас там где-то на полу или где мне одному две шконки а они трое на одну почему вот сейчас смотрите мы только заходим нас везут там есть называется нулевка номера нет у нее туда сбивают людей а потом уже по камерам там смотрят кого куда чтобы с подельниками не встретились получать простыни зашли ну дают там рваные там перемоченные а меня увидел этот там называется баландеры который срок отбывает но они так статья такая мягкая и он там так увидел меня так отец ну-ка в сторону отойди значит мне не положено я думаю ну что когда он так ты откуда я говорю из барнаула я тебя три года жду а как ты знал я богу сказал богу сказал господи чтобы я не пропустил когда священник придет я для тебя просто не спрятал они у меня как на храхмалины новая я варя не священник и отец папаева рогожки видать ну я взошел перекрестился вот тут же меня берут охранницы охране с и женщины так куда же тебя отец девать то я говорю где табака нет да у нас все курят а она говорит в шизу его посадить там же по одной камере на одного это штрафной изолятор то но там утром они выдергивают штыль то и тогда которого так это полка то она падает и ты на полно бетонной но тебя то не будет они меня завели первый раз видят запомните первый раз завели туда а я говорю тут дышать трудно а еще граунд внизу она сейчас побежала швабу принесла в стекла раз зазвенели она пробила стекло ну как его вот это воздух идет я только зашел она завтра начальник уже этой тюрьмы со мной будет разговаривать бог все открывает теперь на 75 человек в камере только трое оказалось не курят трое а у меня новый завет вторая часть библии я говорю который всем руководит там пахан этот я говорю я буду вам учить вот так это нам надо всем ну давайте это ликбез как говорится я говорю чтобы не курили в это время а эти трое вымыли тщательно с мылом руки все так и сделают в шесть ужин в восемь я начинаю до десяти в десять отбой и вот все лежат ни один не закурит а дверь открыта охранники с первого второго этажа стоят и слушают я уже захватил ее тюрьму без оружия подвиду пахан и как today вы все Продолжение следует...